я горячо приветствую всех почитателей жанра стратегии меня по-прежнему зовут сергей и вы на канале реген напоминаю что мы продолжаем прохождение кампании в игре age of empires definitive edition в переработанной версии знаменитой стратегии нашего детства да можно и так сказать играем мы за грецию и нам предстоит колонизация ионии преамбула такова атика тысячный год до нашей эры микенская цивилизация впала в разорение и власть над эгейским регионом свободно для захвата посреди этого хаоса ваш город государства афины сумел выжить и даже процветает серьезно расширяясь ваттику однако местных сельскохозяйственных поставок недостаточно чтобы обеспечивать ваше растущее население и совсем скоро перенаселение явно приведет голоду и анархии правящий совет придумал смелый план по отправке поселенцев на установку заморских поселений в ионии местные лувийцы уже много веков заселяют этот регион но они слишком слабы чтобы дать отпор вашим людям продемонстрируйте ваше превосходство в регионе уничтожив три лувийских центра правления в ионии захватить инициативу как можно скорее прежде чем наступит голод иначе лувийцы решат совершать совершить набег на аттику и оставшуюся часть греции в общем наша цель это уничтожить три лувийских центр правления из подсказок нам говорят что необходим сильный флот эгейские пираты важные ресурсы охраняют на островах эгейского моря и нужно воспользоваться преимуществом от торговли с афинами нашим союзником историческая справка которую я листаю вы ее читаете на паузе я с не ознакомлюсь во время монтажа ну и уже традиционное вводное слово от меня то что у нас здесь нет челленджей мы играем в размеренном режиме на стандартном режиме сложности уровне сложности точнее потому что игры как я считаю я надеюсь многие зрители разделяют это мнение даны нам для того чтобы расслабляться и получать удовольствие потому что трудностей нам хватает в принципе в заботах повседневных если вы ждете здесь какого-то харда его здесь не будет можете переходить на другой канал благо выбора сегодня в ютюбе хватает а всех остальных я горячо приветствую да как я уже говорил располагайтесь запасайтесь напитками и закусками и мы будем приступать продолжаем в греческих сандалиях до следовать я надеюсь к победе небольшая база нам дана кое-какой флот пять мечников даже хорошо давайте на все деньги закажем сразу же рабочих пускай на всю точнее на всю еду мы можем перейти в железный век наконец-то нам эта возможность игрой предоставлена так давайте погрузимся на транспортный корабль это наши цели да это те самые центры правления которые нам необходимо уничтожить так крестьяне наверно пускай пока пособирают ягодки построим еще один корабль и будем двигаться наверное искать искать угрозу потому что нам в подсказках было сообщено что нам нужно торопиться потому что в противном случае мы подвергнемся вражескому нападению не хотелось бы быть застанными врасплох нужно еще конечно как-то понять где мы вообще находимся много ли у нас суши много ли у нас ресурсов что здесь вода очевидно она доходит и до сюда почти такая до края карты и здесь вода что-то как-то безрадостно если честно давайте посмотрим что у нас вот здесь на севере карты отправим наш флот я конечно рискую транспортный корабль у меня загружен и здесь тоже вода учет судя по всему у меня складывается такое впечатление что мы с вами на малюсеньком полуострове который примерно выглядит как италия очень приближенно да здесь тоже плещется водится ну и все короче не очень хорошо наши дела и так думаю обстоят с вами так эгейские пираты под желтым цветом да наверняка это они наверняка ну давайте попробуем понапрягать со старта обычно мы так конечно с вами не поступаем но что нам остается делать вложимся еще во флот нам нужны работники для того чтобы увеличить наше население высаживаемся давайте не знаю ломать вражеский порт что ли он пехотинцы даже мечники ходят недружелюбные еще один корабль пускай у нас с вами будет распоряжение бить в спину но это как-то неправильно так мы уперлись да в количество населения нам нужны дома давайте строить дома так нас атакует вражеская башня давайте не будем зря терять наши силы пехотные очередная лодка у нас готова давайте ее добавим в нашу морскую группировку готов дом еще из-за этого тормозится наше производство вы посмотрите а уже прибыли враги вот это то о чем нас скорее всего игра предупреждала не очень-то меня это радует атакуют они наш транспортный корабль это нехорошо так под угрозой наш паренек и наверное мы его потеряем да из того что он так вольготно разгуливает слушайте со старта какие-то проблемы я бы не хотел терять пехоту я наверно буду загружать ее на транспортный корабль и уничтожать врагам с воды пусть наверное он где-то здесь подождет постоит еще один корабль готов управляем его туда пускай еще будет и следом сделаем усовершенствование не хватает древесины хотя вот опять написано стоимость 150 еды ну вот опять какие-то косяки вот это какой-то глючный интерфейс местами это не есть хорошо что мы не видим полную картину того чего нам нужно сделать то в конечном счете так давайте пополним наверное наши войска сделаем прачника что ли очередной дом у нас готов четверо человек у нас добывает древесину наверное этого наверное этого недостаточно вижу отражаются вражеские паруса уже плывет транспортный корабль и нам ни в коем случае нельзя его пустить она тут он одного мечника всего лишь привез ну ладно ладно не отвлекайся давайте уничтожать казарму готов прачник не знаю может быть нам как-то еще транспортный корабль один построить или ограничимся пока этим так давайте заряжаем корабли на upgrade чтобы бить нашего соперника больнее так ну не знаю с этим иван постом наверно покончено по крайней мере пока я надеюсь давайте дальше плыть на север возможно еще где-то вот тут на острове что то есть вижу только древесину тут тоже какая-то суша камень здесь есть камень это хорошо что тут у нас так я бы немножко в тылу бы позади держал наш транспортный корабль опять вражеские постройки опять эгейские пираты у нас здесь и у них о здесь есть порт что ну не знаю давайте попробуем высадиться что ли поколотить поколотить врага и нужно сносить ему эти порты иначе они нам скорее всего просто не дадут покоя что у нас с вами на базе нам нужны крестьяне нам нужны крестьяне еще нас может постигнуть голода как нам говорили давайте ломать им городской центр сразу же пожалуй наши корабли улучшились и еще добавляем еще добавляем нашу флотскую группировку наверно очередной домик древесину добываем надо бы развиваться я понимаю умом конечно что нужно развиваться но нас игра торопит то есть я не знаю это транспортный корабль может он даже к нам плыл может быть и нет но так или иначе так еще собираем еду конечно ягодками пока все но тем не менее нам с вами нужен рынок но для этого не хватает древесины бываем древесину а городской центр уже горит сколько нужно для рынка 150 дерево сейчас будет сейчас будет у нас это количество нужное давайте потому что в рынке важные апгрейды для нас я смотрю здесь ходят и эти лувийцы то есть они с эгейскими пиратами союзе ну прикольно что сказать нет конечно же так нас атакуют здесь корабли в моей гавани как в старой песне земфиры по моему если мне память не изменяет так разобрались мы с городским центром поможет ли это нам не знаю готов наш рынок нам нужно 175 еды и 75 древесины для того чтобы прокачать наши так скажем возможности по перемещению христиан ускорить и давайте валить всех к чертовой матери кого видим особенно вот эту вот угрозу военную который может так 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 их ничего себе мечник потопил нашего наш корабль вот тогда продолжаем крушить им дома и нужно уничтожать казарму иначе они вот видите что-то выводят и сопротивляются нам усиленно ну как не то чтобы усиленно но есть угроза с стороны как ни крути камень я трачу конечно на прачников я понимаю но чего поделать то ой 175 еды не знаю даже во что вложиться в усовершенствование или в войска здесь как мы видим ей золото здесь есть золото ну тут мы с вами хвосты то не почистили до конца поплыли сюда и тут зарубились так конечно же он хочет побить нашего дальнобойного юнита тварь какая прикройте его что ли знают больные места негодяи видите да из казарм выходит всякой нечисти и с ней нужно разбираться не попали по нему ни разу молодцы нет конечно же еще флот необходимое количество пищи у нас с вами есть так нашего прачника закололи да не гоняйтесь вы за рабочим уж тогда разберитесь с топорщиком если на то дело пошло но рабочих тоже надо бить а то они где-нибудь отстроят новый городской центр и нам будет грустно потому что видите они где-то тут ходят значит что-то у них еще есть что у нас по флоту строится пища у нас скоро закончится нужно копить древесину для того чтобы строить фермы сказал я и тут же строю еще корабли ладно давайте подрежем им дома может быть чтоб они не могли строить больше юнитов мы ничего не знаем что здесь возможно там тоже большой источник угроз который мы пока так скажем мимо ушей пропускаем так вижу подходят союзнички союзнички подходят эгейские нельзя их подпускать так а где наш транспортный корабль наш транспортный корабль здесь ну давайте наверное подплывать и забирать эвакуировать наших ребят потому что наверное вот тут все связано континентом единым ему успеха конечно же группа из четырех человек здесь не добьем по пути тут поубиваем кого можем еще в догонку еще здесь дома есть или бросить парней тут на зачистку так у нас есть группа из пяти кораблей давайте плыть давайте плыть и смотреть что у нас еще заканчиваются у нас уже продуктовые ресурсы здесь не могут парни разместиться переходим в фермы так я уже молча у меня предел это подошел наш корабль так это кто афины ага плывут откуда-то плывут откуда-то проклятые эгейцы значит где-то здесь что то есть снует торговая финская лодка интересно с кем они торгуют они вроде наши союзники раз кем-то торгуют а вот еще но тут кто-то воюет вы представляете афинцы судя по всему афинцы воюют на нашей стороне да с ума сойти ну точнее они должны воевать на нашей стороне но как-то до этого прыти у них особо не было видно есть у вас тут порт граждане есть его нужно уничтожать потому что как мы видим морем ребята играют весьма ожесточенно что ж так нет 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 я разбрелся слушайте ну давайте грузиться флот возвращаем ближе к нашим водам а парней ну а если мы их попросим вот тут вот порядке навестить навести точнее смогут они справиться с с башни в одиночку или нет тут вроде бы мы немножко почистили вот это надо убирать так но раз уж корабли наши здесь плывут давайте они тогда эту башню снесут к чертям здесь тоже есть золото что у нас на базе нас на базе немножечко тут упущение потому что мы слишком увлечены сражениями можем мы тут разместить ой нет не можем нам нужны фермы так транспортный корабль где а вот он я уж подумал неужели нам его нафиг потопили давайте сюда куда-нибудь сплаваем выгрузим наших геройских архаровцев пускай плывут тут можно рыбу подобывать но видите в чем проблема нас опять же очень маленький лимит ухты тут кто то есть маленький лимит по населению и в общем добром это может не кончиться для нас если мы слишком сильно будем разбазариваться на добытчиков они конечно нужны безусловно но игра нас ставит в такие рамки что нужно выбирать что для нас приоритете очередной вражеский порт будем его ломать рабочий нам необходим нужно развивать инфраструктуру потому что нужно давным-давно уже было начать добывать золото потопили наш корабль а мы этого не делаем мы же можем перейти в железный век подвергаются атаке наши корабли враги не дремлют и на самом деле я думаю что нужно отправлять подкрепление эти наши две лодки я думаю справиться в конечном итоге с задачей с боевой поставленной а вот этим парням явно нужно подкрепление скоро еще одного корабля мы лишимся нужно наверное его отвести в безопасную зону тарари да стоит эта торговая лодка я не знаю на самом деле чем мы можем торговать и где вообще афиняне находится давайте мы попробуем разведать у нас много еще не открытых мест казарма ломается башня наконец-то сломлена корабли наши горят но боремся как можем не знаю стоит ли нам делать вот эти апгрейды что у нас здесь а тут у нас все в целом неплохо зачем их погрузил наверное их лучше все таки оставить здесь потому что друг чего так торговой лодкой поплавом у нас же здесь вода была давайте мы так где где именно где мы атакованы здесь нет у нас да вроде бы все футфутфу наши фермы нужно прокачать обязательно у нас нет золота папа папа нам нужно как-то рационально использовать рабочую силу давайте ставить здесь хранилище добывать золотишко в принципе еды хватает давайте мы эту ферму с вами не 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 надо эту ферму мы с вами уберем отправим парней добывать золото так мы тут вроде бы закончили еще порт есть ничего себе его даже кто-то рабочий сразу же чинит так рыба рыба ага крепостные стены и это афины вот они афины вот они наши союзники так а кто нас атакует понятно нам спит на стреля нам стреляют спину а мы этот момент игнорируем не хорошо терять конечно будем корабли так нельзя позволять ему сильно уж чинить поэтому распределять будем наши усилия спамить ли еще лодки не знаю так нет нет занимайся пожалуйста древесиной еще наверное одного рабочего я сделаю потому что мы теряем корабли освобождаются слоты слушайте придется да наверно спамить еще корабли потому что достается нам откуда-то еще приплывают враги может у них здесь еще где-то порт есть почти морем конечно действует а финцы на вражеской территории так а эти-то как вообще а у них вот здесь порт типа вот так можно торговать ладно давайте мы еще вот сюда сплаваем так тут у нас вроде бы все окей золотишко мы держим под контролем так ладно давайте уже потихоньку раскачиваться рынок у нас есть давайте наверное ставить центр правления продолжают нас здесь атаковать и мы несем потери мы несем потери теряем нашу боевую мощь это не очень хорошо я не знаю конечно насколько я вообще в безопасности здесь у себя на базе так проплыли мы сюда какие-то острова может быть тут есть золото камень потому что вот мы камень не добываем камень есть у нас вот на родных локациях мы попробуем его конечно начать добывать очередное боевое судно готово отправляем подкрепление потому что у нас тут все затянулось не знаю как действует наш союзник вот сейчас построим центр правления сможем сделать улучшение на совместный обзор и увидим карту ту которую разведал наш наш союзник я надеюсь бегает у него гоплиты уже даже мощный малый я смотрю хорошо что от союзника есть поддержка потому что иначе мы бы так я только что здесь видел какое-то красное пятно значит ли это что врагу ворот как говорится лучники какие-то давайте уж вы как с ними разберетесь без нашей поддержки прикрывайте нас рыбацкая лодка плавают ну ладно рыбацкая лодка это еще ничего готов центр правления и мы можем сделать улучшение на здание письменность 75 золота нужно ли нам это или все-таки лучше дворянство для наших колесниц вообще давайте ка инфраструктуру вкладываться так тут еще вражеская башня я думаю что у нас атаковал вражеский корабль видите нужно держать все таки эти по под контролем эти порты уничтожать их потому что в противном случае достается нам не забываем про переход железный век нам нужно тысячи еды и 800 золота так но если по еде мы еще как-то близки к цели то вот по золоту еще далеко ухты и мы тут нашли кого-то смотрите нашего жреца ничего себе чем-то тут забыл то изначально его не было видно по моему если я не ошибаюсь но точно не было видно конюшня лишний не будет однозначно с деревом пока ну нормально далеко конечно парни бегают хотя в городской центр ладно здесь уже хранилище есть так ладно тут почисти чем здесь занимается наш союзник ломает вражескую конюшню давайте мы ему в этом поможем опять порт они их отстраивают или у них изначально они были хорошо что торговая лодка довольно быстро по так а вот это интересно кстати а вот это интересно что здесь только башня нет здесь есть порт понятно ладно сейчас мы вот с этим закончим готова наша конюшня так же нам безусловно понадобятся гоплиты не знаю может быть я опять зря это делаю слушайте и будем строить наверное опорный пункт где-то вот здесь на вражеской территории потому что иначе мы не наплаваемся с вами реально мы с вами так не наплаваемся торговая лодка нашу поду под ударом здесь на острове есть камень и этот остров вроде бы никем абсолютно не контролируется а не знаю если у них тут что-то вроде форта как было строй и вот здесь вот да и но есть башни эти позиции укреплены опять золото если у вас еще порт дорогие друзья кто бы блин сомневался а ну я не могу только одного понятия них вот лепят прямо сейчас или они у них были рельеф такой вот любое углубление занято какими-то фортификациями золото нам нужно золото почему-то вот у нас халтурит товарищ куда-то убегает я не поставил автоматическое засевание полей и это мое упущение ах даже не знаю стоит ли тут еще что-то строить если нам скорее всего придется обосновываться там вот здесь вот так точно у нас же тут есть священник так скажем точнее жрец давайте здесь проплывем наши корабли что-то тут делают интересно я то думал они у меня все здесь заняты оказывается нет вражеское судно нужно бы его потопить вообще как оно через нас прошло как сквозь прозрачную стену до свидания домик пускай лишним не будет насчет торговли с афинами я не знаю то есть чем нам вот в буквальном смысле с ними торговать я не вижу никакой никакого смысла не вижу чем то есть еда у меня конечно есть что ну еда ну давайте едой поторгуем хорошо плывет плывет надеюсь сама разберется давайте сжигать здесь дома не исключено что тут уже заново порт отстроен где-нибудь не забываем про камень и золото нам нужно золото 800 золото правильно и нам не хватает еще какой-то постройки слушайте ну в любом случае строить придется поэтому ну давайте построим ну давайте построим давайте построим храм ладно все равно много священников много жрецов не наспамишь потому что стоят они дорого расчет за них идет только золотом исключительно и поэтому так наверное я сплаваю вот за этими бравыми ребятами верну их на родину и немножечко подлечу чтоб они были готовы к боям таки нам нужно хотя бы еще один домик построить еще один домик построить для того чтобы да у нас уже был полный так скажем полный штат по численности сделаем это улучшение оно принципиально важное чтобы юниты из казарм занимали наполовину меньше слотов население у нас как раз с вами есть мечники у нас с вами есть прачники топорщики поэтому это будет для нас очень даже в строчку продолжаем уничтожать инфраструктуру вражескую заморгал у нас индикатор века мы можем перейти в новую эпоху сильно это бьет конечно по нашему кошельку не хватает уже тут парням даже на золоте место но мы отправим их сюда с камнем наверное связываться не будем он нам особо не нужен мы не строим башни пока не строим не строим стены но возможно я пересмотрю свое решение но для этого нужны понимаете работники опять давайте парочку давайте парочку работников построим торгуют с чем-то чем-то с нами наш афинский союзник не знаю насколько это для нас полезно скорее это полезно для него на видите не может человек работать а вот что здесь происходит здесь башня у нас еще слот конечно же точнее флот много много занимает вот видите мы теперь можем побольше рабочих создать идет переход следующей эпоху поэтому момент этот откладывается кто это у нас тут бездельничает и на основании чего давайте поставим тут хранилище в принципе дровосеком будет ближе бегать золото кстати вновь втроем они могут добывать горит наша лодка но и горит вражеская башня не построен ли заново порт нет не построен давайте вдоль береговой линии еще немножко тут поскитаемся поплаваем наши лодки тут сейчас надеюсь закончат но как-то страдают они там на самом деле что наша торговая лодка плавает плавает кстати потеряем потеряем мы наш доблестный корабль так это враги нет это не враги можем ли мы здесь что-то поломать еще можем кстати здесь продолжают шастать наши союзники и может быть все таки стоит инвестировать в совместное изучение местности ладно уж так все золото мы тут закончили нужно срочно переправляться на следующий рудник так скажем кто у нас бездельничает работники точнее вот тут все все тут бездельничают мы перешли в новую эпоху и теперь мы можем что теперь мы можем улучшить наши корабли можем улучшить их в три ремы есть также улучшение для интенсивного развития что здесь делают наши лодки почему они как-то разрозненно плавают уничтожены дома явно постарался наш союзничек ну раз та башня здесь нас напрягает давайте мы ее сломаем так приплыли здорово строим хранилище возвращаемся сюда ох мы теперь прекрасно видим чем занят наш союзник но он тут так неплохо сражается кстати где он гоплитов делал только непонятно не вижу у него не вижу у него академии помогает наш союзник нам в уничтожении даже вражеской инфраструктуры вражеских центров правления не я считаю что нам необходимо ему в этом помочь хотел я парничу отправить на камень архитектуру изучим и вдруг нам стало не хватать еды так давайте камень отсюда потаскаем один рабочий всего лишь да но в общем идем на этот плацдарм кораблей то мы тут потеряли ем ем да а надо было что то я ступил где лодка то конечно же глупо так поступать да где что происходит наконец то разобрались один центр правления кстати уничтожен моим союзникам ребят я направлял на золото они почему-то дерево добывают давайте мы все таки поможем даже не знаю брать тут топорщик с собой или нет это потому что ну архаика просто невероятная лучника лучше первый транспорт отправляем будем будем отстраивать аванпост наша лодка тут все воюет ну пускай воюет много нужно пищи нам и начинает на самом деле не хватать еще один кавалерист у нас сейчас выучится и мы его отправим в поддержку отстроен новый порт опять с соперником и это не хорошая тенденция на самом деле так давайте выгружаться давайте ломать давайте здесь ставить вот это вот строит он лодки какие-то вражеские красные точки шастают у берегов нашего союзника и есть такой риск что угроза нападения на нас не снята так оно и есть вы посмотрите-ка появились вражеские корабли у наших берегов и страдает наш транспортный корабль нужно срочно его из-под удара уводить если бы еще вот лошади бы не купили слушайте ну вот это запарит если честно вот так вот все таки судя по всему корабли придется нам прокачивать с вами потому что в противном случае нас тут заклюют погиб у нас работник не знаю фермер он был или кто так сейчас вроде бы все поля обрабатываются еще поддержка пришла но мы попробуем здесь выстроить самостоятельную систему корабли нас охраняют слабоваты дела по пище ну в принципе мы наверное неплохо себя чувствуем на самом деле нам нужно то не так много по большому счету уничтожить центр правления и все так ребят не отвлекайтесь пожалуйста стойте ооо теперь мы можем строить катапула улучшить можем до катапульта но я бы не знаю насколько нам это нужно давайте тут даже башенку воткнем чтобы защищаться еда еда не хватает еды так а ты у нас чем занимался наверное камень да добывал ну что ж давай нет камень у нас вот здесь паренек добывает транспортный корабль здесь давайте сплаваем вот сюда и на камешек на камешек тоже позаримся давайте обыкновенную построим катапульту обыкновенный метатель камней я понимаю что у нас мало апгрейдов но мы ограничены в ресурсах серьезно развиться тут на таких колочках земли непросто очень непросто но мы попробуем добиться успеха кстати письменность то мы изучили но ничего нового мы не увидели только вот тут скорее всего гоплиты нашего союзника пали они ему наверное были даны со старта потому что новых он построить нигде не может и все что он сейчас будет делать скорее всего это сидеть в обороне будет сидеть в обороне мы ждем осадное орудие я понимаю что мы можем улучшиться до более серьезных юнитов но живем с тем что у нас есть сейчас ну а смотрите тут уничтожено опять все то есть наш союзник что-то старается так нас кто-то атакует ага понятно ну давайте шарашить вражеские постройки может быть даже лучше вот а почини нам пожалуйста лотку да с едой все не очень хорошо медленно у нас очень это дело все прирастает ставим хранилище отправляем лодку обратно может можно было не тратить все эти ресурсы но говорю и строить сразу же здесь не тратится на постройки на родной базе но с древесиной у нас в принципе как таковых проблем существенных нет да своеобразная у нас охрана в виде бойцов совсем из прошлой эпохи уничтожено хорошо а давайте работаем по башням это у них дма оттуда угрозы не будет гоплит у нас тут даже отвлекся на что-то на что ему не поручали и в целом дела у нас идут нормально еще немного юнитов достигнем максимальной численности можно и в принципе уже идти в лоб просто и ломать эти башни и ломать центр потому что противник я смотрю особо-то на самом деле не развивается ну давайте покромсаем хотя бы башни чтобы сильно не напинала нашим основным силам вот такая тавтология силам силы но тем не менее кораблики дежурят все работает золото добывается но кстати заканчивается довольно быстро ну видите у нас так нет вот этого не надо делать не понимаю почему наша осадное орудие решила отвлечься на то что не нужно делать соответственно получила урон от вражеской башни еще один гоплит еще один всадник и мы готовы так ну что выдвигаемся давайте выдвигаться конечно было бы наверное логичнее крушить постройку с помощью метателя но как есть видите тут еще кто-то дежурит построек то у них еще хватает ну давайте пусть тоже без дела не сидит наша метательница камней отважная мы пока здесь разберемся с центром правления все остальные постройки конечно же наверняка можно не ломать но мы это сделаем по крайней мере от боевых построек избавимся от всяких казарм и так далее чтоб к нам в тыл никто не пришел союзнички идейские пираты сидят тихо теперь особо носа не высовывают и это хорошо храм у них был крушим все на своем пути по делом им негодяям войск у нас полный комплект давайте-ка мы сюда проедем я не знаю можно ли здесь пройти или тут лес нам помешает скорее всего да здесь лес поэтому придется по низу придется идти по низу знаете как мы с вами поступим уберем вот это построим построим еще одно осадное орудие и пусть оно у нас будет кто нас где-то атаковал ну потому что здесь выбежал лучник так но с нами жрец и он должен нам помочь в исцелении так ведь или его уже убили не понял смотрю на список юнитов и жреца если честно не наблюдаю зашибло видать мужика при каких-то непонятных обстоятельствах что ж давайте следовать сюда я думаю тут уже он точно не воспрянет духом тележечка наша тоже пусть следует а нет вот он где ж ты был то родной есть где-то городской центр и он наверняка вот здесь потому что продолжают откуда-то идти работники откуда-то идут крестьяне так кто у нас бездельничает кто-то у нас бездельничает кто бездельничает того мы на корабль и за работу в любом случае как бы там ни было приятно видеть игру эту старую добрую любимую в своем так сказать в обновленном виде коммерция не коммерция знаете ну как говорится наверное не нам об этом рассуждать где наше второе осадное орудие то кто мне скажет куда исчезают юниты оно ведь было построено вот здесь прям в очереди стояло на по яду сдурил я нажал улучшение но зато теперь эффективнее будет работать ладно моя вина это мой недосмотр тыкнул как-то не глядя и все оказывается вот где собака порылась еще башни есть на подходах это конечно же нужно уничтожать чтобы не калечило наших юнитов лишний раз так вот я к чему то что приятно приятно видеть игру обновленной приятно видеть игру не брошенной примерно такие же чувства я испытывал когда GSC выпустили казаков уберем этих ненужных нам ребят в принципе я думаю нам уже ничего не угрожает может быть я об этом пожалею конечно но будет видно а я разве а ну я убрал да транспортные корабли потому что кстати напрасно хотя бы один надо было конечно оставить вот теперь можно сделать тяжелый транспорт но нам он скорее всего уже в таком виде не пригодится очередное осадное орудие готово у нас освободились места под крестьян давайте мы это используем все ребята золотишком тут покончили поэтому нам транспортная лодка и пригодится так чтоб не было коллизии уберем давайте подъезжайте подъезжайте поближе побыстрее пускаем осадное орудие вперед видите они бьют с более дальнего расстояния ты у нас по еде пожалуйста еще поработай ровно не ставится как я люблю ладно пусть будет с отступом а этих ребятишек мы отправим на а чуть не позевал проблему хорошо что катапульты навелись удачно и нахлобучили негодяя камень добывается но правда он нам не очень нужен нам нужно золото поэтому мы подберем подберем рабочих здесь и отправимся вот сюда никакой поддержки уже от нашего союзника мы не находим но надо сказать что и противник то не сильно по правде говоря сопротивляется но вот по первости когда донимали его корабли слушайте тут оказывается порт все это время простоял и мы его с вами не доломали у нас сюда лодка плывет надеюсь проблем не возникнет проблему все были в начале когда соперник очень упорно играл флотом не сказать что прям вот ужас какой но тем не менее так давайте улучшимся максимально потому что почему бы и нет ресурсы нам позволяют это делать а нет здесь уже порта нет хорошо значит наш союзник об этом побеспокоился за что ему огромное спасибо строим хранилище всей к толпой так будет намного быстрее продолжают уже самодеятельно работать наши осадные орудия уничтожают вражескую инфраструктуру так тут что-то ребята заняли занялись кто чем ну уже могут себе это позволить так и давайте уже бить башни не будем распыляться на всякую ерунду в принципе я думаю мы нормально прикрылись забавная красивая архитектура прикольно перерисованы модели я помню из оригинальной части той самой 97 какого она года была выпуска эйджи фэмпайр с первой части ухты вот это да пришел крестьянин ломать осадное орудие давайте-ка мы их отведем в сторонку попросим их подождать и разберемся с этим мерзавцем что это еще за новости уже не знают чем защититься наши враги наши соперники пускают в ход рабочую силу выдают им вилы и вперед подлечи пожалуйста уничтожен башня осталось последнее и крайний центр правления будет уничтожен добыча на островах идет все у нас хорошо утряслась ситуация где-то уже после начального этапа игры мы вроде бы более-менее себя начали чувствовать то что поначалу ну с воды нас поджимали объективно было неприятно если бы мы наверное не предприняли мер мы бы мы бы пострадали они бы расплодились бы со всех этих со всех этих портов и со всех этих портов и у нас были бы трудности большие последние камни в крышку гроба лувийцев мы вбиваем я так думаю и мы одерживаем победу ну я думаю нормально справились сейчас будет резюме дослушаем его и я вам продублирую на русском языке и другие здания и 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 в с То есть, не американский английский, а тот, который великобританский, скажем так, английский. Он более мягкий, более размеренный, и многим его намного приятнее слушать. Ну да ладно, о языках пока не будем. Каково резюме? Благодаря вашему харизматичному предводительству, афиняне успешно установили поселение на побережье Азии в Ионии. Другие близлежащие города государства последовали вашему примеру, и восточно-эгейские области пали почти полностью под эллинское влияние. Время приходит, точнее время проходит, а вы с горостью наблюдаете, как поселения вроде Милета или Геликарнаса становятся успешными городскими центрами, создавая ряд восхитительных архитектурных чудес, а также многочисленных философов, географов и математиков. Торговля в изобилии и растущие торговые пути сильно способствуют богатству вашего города, государства. Что ж, на этом очередная миссия кампании за Грецию, Age of Empires Definitive Edition закончена. Мы обязательно с вами встретимся в следующей серии, потому что кампанию будем проходить до конца. Посмотрим, что для нас приготовит очередная миссия. Я благодарю вас за просмотр. Благодарю, если вы оставили комментарий, если вы оценку какую-то поставите этому видео. И, конечно же, подпишитесь на канал. Для вас-то ничего не стоит, ни времени, ни денег. Просто кликнули, подписались. И благодаря этому сможете оставаться в курсе всех событий, которые происходят на Регене. Ну, конечно же, если это вам интересно, и вы хорошо здесь проводите время. Я в любом случае рад таким образом общаться с вами. Это хорошая возможность. Хорошо проводить время по разные стороны, разных мониторов, в разных уголках страны и, может быть, даже мира. Еще раз спасибо. И до новых встреч. Всем пока.